Невероятная гипотеза, война и психическая энергия нефти. Российские козыри в большой геополитической игре. К счастью, мы умеем печатать доллары быстрее, чем арабы и русские качать нефть. Вот, собственно, весь секрет управления глобального на земном шаре. Деревянный рубль становится углеводородным. Россия обретает собственный бренд. Довольно бессмысленная ситуация, когда мы определяем цену на крупные объемы товара по цене на ничтожный объем товара. Древнее пророчество – дар богов или наказание. Если почва страны нефть станет выделять, страна эта будет несчастной. Сенсационное заявление российского лидера. Конец эпохи нефтедолларов. Почему Россия богата нефтью? Трубопровод в будущее. Об этом в программе «Черное золото». Бытие определяет сознание, а нефть определяет бытие. Все социальные, экономические, военные и политические катаклизмы последнего времени по большей части связаны с контролем над добычей или транспортировкой нефти. Теракты 11 сентября и вторжение в Афганистан, война в Ираке, сепаратизм в Закавказье, бархатные революции и проблемы российских олигархов – все в конечном итоге имеет нефтяную подоплеку. Бесспорные влияния динамики мировых цен на нефть, на экономику России и курс рубля не случайно современную цивилизацию иногда называют углеводородной. Парадоксально, но самый востребованный продукт нашей цивилизации до сих пор остается загадкой для ученых. Не утихают споры об органическом или неорганическом происхождении нефти. Правда, это не мешает нам активно пользоваться этим даром природы. Появились даже анекдоты о влиянии нефтяных цен на политику и экономику. Вот один из них, который мы обнаружили во всемирной паутине. Итак, цена на нефть – 200 долларов за баррель. Все футбольные клубы английской премьер-лиги переходят под контроль российских олигархов. 300 долларов. Россия – чемпион мира по футболу. 400 долларов за баррель. Япония заявляет, что она является продолжением Курильской гряды. 500 долларов. Лучший подарок российскому школьнику «Мерседес» с персональным водителем. 600 долларов. Школьники 6-го А-класса закупили 25 вертолетов и 15 танков для Танзании. А ученики 6-го Б столько же для Уганды. Что ни говори, игра в войнушку всегда была любимым детским развлечением. И, наконец, 1000 долларов за баррель. Канада становится краевым субъектом Российской Федерации, а Якутия, чтобы восстановить статус-кво, покупает Аргентину и Бразилию, получая на сдачу Монголию. Смех смехом, но сегодня нефть действительно становится тем божеством, которое определяет все и вся. Так я узнал, Бог нефти есть. И Он сказал, копайтесь здесь. И пил фонтаны, рассыпался искрами. При свете их я Бога увидал. По боя сколы, Он с двумя канистрами холодный душ из нефти принимал. Сегодня нет более популярной темы для разговоров, чем взрыв роста мировых цен на нефтегаз. Нефтяные биржи лихорадят. Причины этого, по мнению аналитиков, не связаны с растущим потреблением, а носят политический характер. Конец однополярного мира и неспособность США исполнять роль единоличного мирового лидера. Сейчас ситуация меняется очень быстро. Доля Соединенных Штатов в мировом ВВП уже меньше 20%. Соединенных Штатов существенно меньше по объему ВВП, чем Европейский Союз. Их динамика, вернее, динамика их доли в мировом ВВП негативная. Американское лидерство совершенно неочевидно ни для России, ни для Китая, ни для Европейского Союза. И многие государства его оспаривают. И оспаривают именно потому, о чем сказал Дмитрий Анатольевич Медведев. Потому что Соединенные Штаты выступают с эгоистических позиций. Соединенные Штаты являются крупнейшим потребителем нефти. И, несомненно, именно от них во многом зависит рост цен на углеводороды. Последние десятилетия показывают общее замедление темпов мирового развития. Аналитики связывают это с отсутствием соревнования. Если исключить прямую военную конфронтацию, существование двух полюсов СССР и США обеспечивало высокие темпы роста технологий. Однополярное устройство мира показало свою неэффективность. И это понимают даже в США. Отсюда и стремление к созданию образа врага. Россия давно намекает, что неплохо бы вернуться на положение империи зла. И ежели вся проблема в цене на нефть, то сделаем столько, сколько надо. Миру действительно очень не хватает империи зла. Китай совершенно не желает играть эту роль. Что касается всякой мелочи типа Ирака, то, к сожалению, большинство жителей Западной Европы и США с трудом могут найти его на карте. Поэтому тоже не производят впечатления. Таким образом, одно направление – это, безусловно, стремление мировой системы как целого, не отдельные мировых лидеров, а именно системы, воссоздать биполярность, которая является худо-беданным каким-то источником развития. Поскольку 20 лет без развития убедили эту самую мировую систему, что дальше так жить нельзя. Другой причиной, по которой США выгоден рост цен на нефть, является создание иллюзии роста американской экономики. Не секрет, что основным источником дохода США является доллар. Для его поддержания им необходим образ процветающей экономики. Цена на нефть закладывается во все остальные цены, которые только есть в мире. Начиная от продовольствия, заканчивая, я не знаю, игрушками или телефонной связью. А это означает, что наращивая цену на нефть, вы имеете возможность увеличивать всеобщий вловой продукт. И в этом плане, пока нефть дорожает, можно создавать неплохую иллюзию растущей экономики. В общем, я сейчас говорю не о нефте торгующих странах, а о нефтепокупающих странах. Как это ни парадоксально, хотя Америка является потребителем нефти, рост цен на нефть формально выгоден ей. Мир вступил в эпоху дорогой нефти, и это реалии, с которыми придется считаться. Политический рычаг нефтяного крана повернулся на максимум. Обвал мировых цен на углеводороды спровоцировал крах советской экономики и распад СССР. Сегодня процесс повернулся. Кого ударит политическим рикошетом? Все эти разговоры о повышении цен на нефть, это абсолютно несостоятельные разговоры, это не нефть дорожает, это доллар проваливается. Но если его и дальше печатать бесконечно, вагонами, ну нельзя же вот просто столетиями печатать бумагу и за эту бумагу забирать все, и когда схема меняется, то при этом возмущаться. Одним словом, нынешние запредельные цены на нефть это попытка геополитического переустройства мира. Эпоха экономического и политического единоличного доминирования США завершается. Об этом недвусмысленно заявляли и российские лидеры. На мой взгляд, именно вот под руководством Владимира Владимировича Путина, то, что было сделано, оно заслуживает очень серьезных позитивных оценок. И очень приятно, что новый президент, он буквально с первых шагов именно на таком глобальном геостратегическом уровне ведет эту линию, причем, я бы сказал, даже может быть в более такой явной и открытой форме. Смотрите далее. Человечество подсело на иглу, пристрастилось к нефти. Шансы у нас есть, но они строятся не на одних углеводородах. Кто качает нефть, тот качает и права. Уж тем ты виноват, что хочется мне кушать. Нефть — это черная кровь земли, считали древние. Она темна и скрыта в глубинах. Это порождает стойкие ассоциации с областью инфернального, загробного мира. Не случайно нефть, битум, использовались при обрядах бальзамирования мумий-фараонов в Древнем Египте, а в некоторых регионах археологи находят нефтяные алтари древних подземных божеств. Первые сведения о нефти дошли до нас с Ближнего Востока. Раскопки показали, что еще в 7-м тысячелетии до нашей эры в долинах рек Тигр и Ефрат ее добывали и использовали для освещения, отопления и даже в медицинских целях. Археологи обнаружили в Древнем Вавилоне улицу Триумфальных Шествий, покрытую первым в истории человечества асфальтом. Археологи кисточками сметали с нее пыль тысячелетий, но в итоге она была фактически разрушена гусеницами американских танков. Битумом покрывали мумии и пропитывали деревянные балки, а нефтью лечили раны и глазные болезни. Считается, что библейские Содом и Гаморра погибли из-за того, что там начали бить нефтяные фонтаны, но в то же время нефть считалась даром богов. Например, индийский поход Александра Македонского начался после того, как он обнаружил около своей палатки нефтяной источник. Это было знаком, своего рода предзнаменованием. Сохранились сведения об использовании мифического и магического греческого огня в сражениях. То есть в то время, в древнюю эпоху, нефть становилась кровью войны. Даже древние пророчества, связанные с нефтью, задолго до нашей эры, а тем паче нынешней углеводородной цивилизации, вавилонские песцы выдавливали на глиняных табличках клинописные предостережения потомкам. Что если почва страны нефть станет выделять, страна эта будет несчастной. Собственно говоря, история и Кувейта, и Ирака в 20-21 веках показывает, что огромные запасы нефти на территории этих стран счастья народам не принесли. Очень бы не хотелось, чтобы древние клинописные пророчества подтвердились и на русских примерах. А для этого есть один лишь способ. Осознавать, что наличие таких гигантских природных богатств делает нашу страну привлекательной для любого агрессора. Чтобы агрессия была невозможна, надо воссоздавать военно-промышленный комплекс. У войны запах нефти. Последние 150 лет российской истории страшные войны и революции неразрывно связаны с нефтью. В середине 19 века в Закавказье и Краснодарском крае начинается промышленная добыча нефти. И тут же Британия развязывает Крымскую войну. Первая мировая война. Обычно историки описывают события на Западном фронте. Но мало кто знает, что к 16-му году на восточном направлении российская армия вышла на берега Ефрата, нефтяной провинции Ирака. И тут же, не без помощи союзников, в России вспыхивает революция. Ближневосточная нефть остается под контролем Британии. Ну а кроме этого, мы помним, как в определенные исторические периоды наши геополитические противники искусственно опускали цены на нефть для того, чтобы спровоцировать кризисные явления в экономической жизни Советского Союза. В нефти заключена какая-то мистическая сила саморазрушения. Все современные войны идут за обладание нефтью. И та же война сжигает эту нефть в двигателях танков и самолетов, требуя ее все больше и больше. Это черная петля современной цивилизации. Разрушительная сила мертвых животных, скрытая в нефтяных пластах. Сенсационное открытие. Кривая роста агрессивности в мире точно совпадает с ростом потребления нефти. Существует теория, что, используя нефть, мы высвобождаем не только физическую, но и психическую энергию. Известно о негативном эмоциональном влиянии кладбищ. А нефть – это и есть не что иное, как кладбище древних вымерших организмов. Спрессованная злоба древнего мира, возможно, уничтоженного творцом за грехи. Вообще, с нефтью связано много мистики. Средневековые алхимики, например, называли ее аквавита – живой водой для машин и механизмов. Потому что нефть сочетала в себе два начала – начала воды и начала огня. В современном технотронном мире уже не человека, а двигатель внутреннего сгорания определяет судьбу цивилизации. Модернисты считают, что древний бог умер, отравившись нефтью. Сегодня кровь земли орошают другие алтари, которые называются нефтяными биржами. Так я узнал, бог нефти есть, и он сказал, копайтесь здесь. Нефть не зря называют черным золотом. Раньше золотой стандарт определял все цены на товары и колебания курсов валют. Сегодня уже цены на золото зависят от цены на нефть. Самый ходовой и необходимый товар современной экономики – это энергия. На сегодня единственным товаром, который огромный приоритет имеет по отношению к другим в товарообменных операциях – это энергия. Вот если вы возьмете, скажем, буханку хлеба и кирпич, ну как вы сопоставите их стоимость? А только через энергию. Через энергию вы моментально рассчитаете, сколько энергии ушло на то, чтобы добыть кирпич, обжечь его и так далее, и так далее. И точно так же с, скажем, с хлебом. То есть, если бы у нас появились деньги, энергообеспеченные, где было бы написано, скажем, один рубль, а внизу там крупным шрифтом это один киловатт-час электроэнергии, то эти деньги по определению безинфляционны, потому что они привязаны к конкретной величине. Киловатт-час и в Африке киловатт-час. И в этом смысле Россия, в отличие от многих других стран, имеет право печатать деньги под те энергоресурсы, которыми она располагает, вспомнив хотя бы Пушкина. Помните, Пушкин, он говорил о тех экономистах, которые рано или поздно может появиться на земном шаре, он говорил, и был глубокий эконом, а дальше расшифровывает в Евгении Онегине. То есть, умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Но, поскольку сейчас как бы нишу золота занял доллар, я бы, перефразируя, Пушкина сказал, и чем живет, и почему, не нужно доллара ему, когда простой продукт имеет. Вот нам с вами доллар не нужен, у нас есть простой товар. Смотрите далее. Сенсационное заявление российского лидера. Конец эпохи нефтедолларов. Россия набирает свою мощь, и она хочет демонстрировать свою мощь там, где это возможно. Происхождение нефти, американская глупость и российские козыри. То есть Америка несет все сдержки в этой политике, а мы хотим с ней получать только вершки. Создатель гипотезы о неорганическом происхождении нефти Дмитрий Иванович Менделеев дал очень точную оценку цены нефти. Нефть не топливо, топить можно и ассигнациями. Я одну из серьезных таких книг читал американского экономиста и очень хорошо запомнил последний абзац этой книги. Там как раз говорилось о нефти, о рублях, о долларах. А в последнем абзаце было сказано, вот имея все проблемы сегодняшние энергетические, автор заканчивает следующей фразой «К счастью, мы умеем печатать доллары быстрее, чем арабы и русские качать нефть». Вот, собственно, весь секрет управления глобального на земном шаре и весь секрет этой энергетической безопасности. Если один добывает нефть, а второй печатает бумагу, и он эту бумагу засылает и забирает эту нефть, то, извините, можно рано или поздно эта схема становится очевидной даже детям. А вот сегодня мы работаем именно в такой схеме. И когда мы от этой схемы пытаемся отойти к какому-то наэлементарному здравому смыслу, нас начинают упрекать в имперских амбициях. Да, Россия богатая страна, богатство, оно однокоренное со словом Бог, и Бог нам очень многое дал. Поиски альтернативных нефтеисточников энергии ведутся по всем направлениям. Заменой мог бы стать уголь, запасы которого велики, но его применение неэффективно, экологически опасно и очень дорого при транспортировке. Ресурсы гидроэнергетики в развитых странах практически исчерпаны и требуют огромных вложений. Водородная, ветровая, солнечная энергетика пока находится в зачаточном состоянии и альтернативой углеводородам в ближайшее время это не станет. Конкуренцию могла бы составить атомная энергетика, но запасы урана ограничены и цены на него тоже растут. Кроме рост цен на углеводород добывает еще рост цен на природный обогащенный уран. Я вам могу сказать, что графики там такие же, как и в нефти. Я их просто знаю и их видел. Ситуация кардинально изменится, если появится реактор на быстрых нейтронах с обогащением и удастся сделать замкнутопливный цикл. Но, насколько мне известно, у нас в планах это стоит на 20-е годы. А мы в этом вопросе находимся впереди планеты всей очень заметно. То есть, это означает, что наших конкурентов это точно будет позже. Значит, опять же, критический период ближайших 15 лет, в общем, это не сыграет. Одним словом, на ближайшие десятилетия мир обречен зависеть от нефти. Сегодня Россия одна из ведущих нефтегазодобывающих стран мира, своеобразный энергетический донор многих государств. Золотой дождь, пролившийся на страну в связи с мировым ростом цен, дает России уникальный шанс вернуть статус великой державы и занять лидирующее положение в мире. В общем, наша попытка воспользоваться в своих интересах американской же игрой на рост цен на нефть. Ну, что я могу сказать, весьма одобряю эту идею. Это как раз вот то, чем мы раньше не умели. Мы при Союзе умели строить свою игру, но никогда не умели встроиться в чужую, чтобы из нее вытащить свои каштаны из огня. Вот сейчас начинаем потихоньку это делать. То есть Америка несет все издержки в этой политике, а мы хотим с нее получать только вершки, только свои преференции. Такая политика самая правильная. Кто и как устанавливает цены на нефть? Парадоксальная ситуация. Мало кто знает, что цену нефти определяют не крупнейшие производители, а европейские спекулянты. Слово бренд сегодня означает торговую марку. На самом деле это название сорта нефти, от которого и пляшут цены. мировая цена на нефть в Европе отталкивается от цены североморской смеси нефтяной, которая называется бренд. Эта смесь даже на европейском рынке занимает менее 5%. В рамках мирового рынка эта смесь вообще ничтожную долю занимает. Довольно бессмысленная ситуация, когда мы определяем цену на крупные объемы товара по цене на ничтожный объем товара. Россия это не устраивает, безусловно. Кроме того, Россия заинтересована стандартизировать свою нефть. Мы хотели бы выходить на мировой рынок с одним типом нефти, уже известно его название РЭПКО. А на перспективу вот это решение о формировании своего собственного сорта нефти, определение цены на этот сорт в российских рублях в России безусловно выгодно. Сенсационное заявление о намечающейся продаже нефти за рубли в корне меняет сложившуюся ситуацию не только на нефтяном, но и на валютном рынке мира. За решением России стоит несколько соображений. Одно из не безусловно политическое. Россия набирает свою мощь и она хочет демонстрировать свою мощь там, где это возможно. Она пытается показать, что вот здесь наша сила. И в этом смысле Россия безусловно является энергетической сверхдержавой и на рынке энергетики мы хотели бы, чтобы наша роль была заметна. Это заявление не просто факт экономики. Это политическая декларация о новом лидирующем месте России в современном мире. Россия сосредотачивается. На сегодня как раз вот вопрос продажи нефти за рубли и введения денег энергообеспеченных это базовые проблемы человечества. Это единственный выход создать ситуацию, когда не война, а переговоры и здравый смысл будут инструментом разрешения противоречий. Сегодня много говорят о скором истощении нефтяных запасов. Однако эти панические слухи рождаются в основном у западных специалистов, которые, в отличие от России, никогда не занимались серьезной геологоразведкой. Всегда говорю, что нефть в мире осталась на 20 лет. Почему? Потому что никакая крупная нефтяная компания, кроме Советского Союза, государства, не вела разведку дальше на 20 лет. То есть на 20 лет вы запасли все, ну, можно пока остановиться. Поэтому, да, действительно, в мире много чего не обследовано. Есть шельфовая нефть, ее похуже много. Есть нефтяные пески, которые пока не выгодно еще использовать, даже при этих ценах, но где-то уже в районе 160-180 это становится вполне рентабельным. А нефтяных песков очень много. То есть я не вижу кризиса количества углеводородов. Вопрос о происхождении нефти схож с вопросом о происхождении человека от бога или от обезьяны. Так и нефтянники делятся на два лагеря. Одни считают нефть останками древних животных, другие результатом химических реакций природных элементов. От решения этой проблемы зависит многое. На Западе до сих пор недоумевают, как Советский Союз, а теперь Россия, оказались среди крупнейших нефтеносных стран. Дело в том, что американцы незыблемо уверены в органическом происхождении нефти. Другие гипотезы объявлялись ересью. В России же незыблемость любых законов всегда ставилась под сомнение. И все же, как произошла нефть? В Европе и Америке принято считать правильной теорию о ее органическом происхождении. Нефть искали в соответствующих геологических полостах. А вот великий ученый Дмитрий Иванович Менделеев выдвинул теорию о неорганическом происхождении нефти. Соответственно, ее искали нефти. Переверженность этой теории, видимо, и позволила СССР, а затем и России стать великой нефтяной державой. Неисследованных месторождений, связанных с биологическим происхождением нефти во всем мире практически не осталось. Отсюда и западные истерики по поводу того, что нефтяное благополучие скоро закончится. А вот в Советском Союзе исследования неорганических месторождений были строго засекречены, поэтому иностранцы не могут понять нашего нефтяного точку зрения об органическом происхождении нефти. Но сегодня у нас есть научно-теоретический задел. По крайней мере, на 20-30 лет вперед мы останемся лидером в этой области. Старинная мудрость гласит, что не стоит класть все яйца в одну корзину. Конечно, нефть сегодня это благо для России, но любая одноплановая экономика очень уязвима и сильно зависит от мировых цен. Нынешнее российское руководство, похоже, это понимает и начинает вкладывать нефтяные деньги в другие отрасли. Поэтому шансы у нас есть, но они строятся не на одних углеводородах. Еще раз повторяю, на одном крыле не взлетишь. Вам в конце концов эти цены просто обрежут. И как я понимаю политику, которую озвучили и Путин и Медведев за последние полгода, как я понимаю создание Роснанотех собственно говоря именно эту стратегию и определяет. Поэтому Росэнергоатом, который получает приличные инвестиции, поэтому борьба за наши атомные технологии в пространстве СНГ. Нефть богатство России, но не главное. Главное ум, талант и воля ее народа. Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров А.